Это очень крутой дрон, прикольно, на нем классно летать, только есть один большой нюанс. Сейчас очень ветрено, сейчас 11 метров на секунду ветер, и для дрона на самом деле это очень плачевно, надо чтобы погодка была вообще, ну хотя бы там, я не знаю, ну чтобы вообще в идеале, чтобы ветра не было. Друзья, как запустить дрон? Здесь есть такая кнопочка, один раз нажали, потом второй раз зажали, дрон активировался, сейчас я буду подключать телефон и будем пробовать его запускать. Поднял я воздух дрон и хочу проверить функцию актив трек, это когда дрон на вас фокусируется и следует за вами. Можно сделать так, чтобы дрон снимал вас спереди и летел задом, когда вы идете на него, но еще очень прикольно, когда дрон облетает вас по кругу и делает крутые кадры с разных ракурсов. Я сейчас этого делать не буду, так как очень ветрено, да и тут много деревьев, хотя этот дрон и обходит препятствия на пути, так как у него есть датчики, которые все это фиксируют. Вот так вот картинка выглядит на телефоне, слева мы видим карту, а по центру мы видим активную функцию актив трек, из-за которой дрон и следует за мной. Кстати, сейчас будет забавная ситуация, когда я буду идти и резко остановлюсь, и наполовину выйду из кадра, и дрон меня начинает терять, и резко начинает двигаться в мою сторону. Хорошо, что я пригнулся, так как он летел прямо на меня. Не знаю, с чем это связано, вроде бы я не нажимал на джойстик, и он полетел сам так. Если у вас такое было, напишите в комментариях, с чем это может быть связано. Но как мне кажется, я просто случайно нажал на пульт. Согласитесь, что используя эту функцию, можно сделать очень крутые кадры. При том, что это можно сделать как пешком, так и на автомобиле, на велосипеде, хоть на поезде. И получится очень эффектно. Ну что, немного полетаем? Субтитры сделал DimaTorzok Ветер и дождь, влага, да, это самая большая опасность для дрона, поэтому не допускайте там чужих каких-то ошибок, да, когда ребята там решили полетать тучей, потом резко пошел дождь, и его дрон уже все, не имеет никакую гарантию. Там скопилась влага, и, соответственно, со временем будут портиться всякие провода и тому подобное, батарея и так далее. Честно, меня очень приятно удивил этот дрон, то есть он, во-первых, стойкий, да, во-вторых, там, ну, хорошее качество картинки довольно-таки. И, если правильно ее настроить, реально получить очень крутой результат. Я немного полетал, наснимал там минут на 20, кстати, батарея держится отменно, сейчас где-то в районе 60% батареи еще, это довольно-таки круто. Ну, при том, что я снимал не все время, у меня же были полеты, где я летел без съемки, без записи видео, чисто просто я летал, смотрел, но он делает просто невероятные вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, что касается моего мнения по поводу данного дрона, я честно доволен покупкой. И за время использования дрона действительно летать можно в районе 40 минут, что довольно-таки много для любительского дрона еще таких размеров. Давайте немного напомню по размерам. Если DJI Mini 3 Pro весит 250 грамм, то Air 3 весит около 700 грамм, то есть в три раза больше, ну и по размерам он тоже больше. Тестировал я его при ветре 13-14 метров на секунду. Дрон держался достойно, немного его шатало, но не критично, и на картинке это особо незаметно. Качество съемки тоже отлично, для YouTube подходит на все 1000%. Для меня управлять дроном это что-то новенькое, но не могу сказать, что слишком сложно. Особенно если мы берем обычный стандартный режим, где вы летите вверх-вниз, вправо-влево. Есть ребята, которые управляют ну просто как сумасшедшие, и на такой уровень я даже не стремлюсь, и особого желания нет. Но что для меня важно, так это то, что в нем очень много разных автоматических функций. Много разных быстрых съемок, где дрон сам выполняет красивые видеокадры. Ваша задача только выбрать объект, который вы хотите снять, а дрон сделает это все за вас, на разных расстояниях и на разных кадрах. Если брать стоимость в базовой комплектации, дрон можно взять за 1100 долларов на официальном сайте. Но, ребят, советую прикупить вам комплект с батарейками дополнительными. Если есть еще возможность, пульт с экраном. Так вы сможете снимать на телефон со стороны, а управлять дроном, пультом, у которого есть экран, где все видно. Могу ли я посоветовать покупать этот дрон? 100% да. Могу ли я посоветовать покупать этот дрон новичкам? Да, так как сам огромного опыта не имею. Но с первого же полета я летаю везде, где хочу и как хочу. И никаких не было приключений. Дрон никак я не повредил. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, купили бы вы себе такой аппарат. И не забывайте, скоро мы летим в Америку. И там будем для вас снимать просто нереальный контент. Поэтому, друзья, следите и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok